Просто ведь в те времена реально спецслужбы работали и, конечно, в Комитете госбезопасности не могли не знать про маневры такого молодого обаятельного авантюриста. А всем все нравилось. То есть они были в курсе, но не вмешивались? У нас же в селе жило 6 работников Комитета госбезопасности, которые охраняли семью президента СССР и генерального цитаря ЦК КПСС. И, естественно, выселили все дома. Всех повыселяли вокруг нашего дома Марии Пантелеоновой. А доступ имела к телу, к матери только моя бабушка. Естественно, они понимали, что это не возникла ситуация не только, когда Горбачева сделали генеральным цитарем ЦК КПСС. А эта ситуация возникла давно. И когда Михаил Сергеевич Горбачев был секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству, извините, Андрей Александрович Разин уже тогда им пользовался. Я был отправлен на Север Трубопроводстрой. Меня назначили секретарем комсомольской организации 300 Север Трубопроводстрой, теперь заметьте, в каком возрасте? В 17 лет. Меня назначили потом в 20 лет заместителем директора Лизанской областной филармонии. А у меня, кстати, не было образования. Значит, Горбачев помогал? Помогал. Если он мне помогал тогда, почему же, когда он стал генеральным цитарем, он не должен мне помогать? Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. На телеканале Москва 24. На телеканале Москва 24.